Одно из самых успешных учреждений образования в Брестском районе – средняя школа Агрокородка Черни. Сегодня здесь занимаются более 600 учащихся, которые помимо учебы посещают и различного рода кружки. В школе есть свой класс робототехники, где школьники осваивают новейшие технологии. Как и много лет назад, так и сейчас мечта создать что-то новое и невероятное живет и в подрастающем поколении. Ребята уверены, что будущее за робототехникой и искусственным интеллектом. У нас появилась эта секретная лаборатория, она разместилась в новом корпусе пристройки. И мы это направление робототехники, начиная с 2015 года, я как руководитель учреждения образования, очень стараюсь его вести и поддерживать всячески. Потому что это большое подспорье, когда дети успешно обладевают этими умениями, навыками и потом реализуют эти умения, навыки в жизни. Ну и, конечно же, занятость у нас максимально приходит. Здесь вы видите в лаборатории очень много ребят, и они все с удовольствием приходят на занятия кружка по робототехнике и по 3D-печати. С самого детства каждый из мальчишек собирал самые невероятные модели из лего-конструктора, создавая свой уникальный мир. А уже сегодня эти юноши создают различных роботов с помощью талантливого руководителя Александра Постоялко. Впечатляя и вдохновляя подрастающее поколение, Александр помогает другим юным мечтателям достичь поставленных целей. Мы, работа у нас непрерывный процесс идет. То есть мы постоянно какие-то одни идеи реализовываем, готовимся к соревнованиям. Допустим, у нас направление, мы занимаемся и дронами, летающими роботами, мы занимаемся и аэроборейсом, то есть ездящими по трассе. Мы занимаемся роботами в направлении РТК, которые выполняют задания управляемые роботы, которые с пульта управляются. У нас много направлений, ребята каждый занимаются в своем направлении, поэтому все всегда в пределе. Школьная команда «Робочерни» регулярно участвует в престижных первенствах страны и области. Без наград, как правило, ребята не возвращаются. Одно из последних достижений – призовые места в финале Кубка образовательной робототехники Минского открытого роботурнира. Или, например, Кубок РТК для молодых инженеров, студентов и школьников, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях. В 2021 году Чернинскую школу на этом соревновании представлял Владислав Кумейша со своим роботом «Привет». Тогда среди 16 команд из Беларуси и России ему удалось завоевать бронзу. Впервые выступил, уже третье место. Я был очень рад этому. Так как это было в новинку для меня, раньше таким никогда не занимался, и тут сразу такое призовое место занял. Если бы не мой учитель, я бы этого робота даже не существовал бы. Несколько раз доводилось проектировать и программировать роботов для других номинаций. Но потом мне доверили программировать дрона, и я понял, что мне это нравится больше всего. Мы долго участвовали в подобных номинациях с дронами, но вот только на прошлых соревнованиях удалось получить призовое место. Пока что я собираюсь работать с этим дроном, пока не будет видимых результатов в соревнованиях. Планирую поступить в какой-нибудь технический университет и работать в сфере IT. И таких, как Максим Козинцев, мечтающих поступить в технический университет, на IT-шника немало. А потому в школе деревни Черни гордятся тем, что многие кружковцы, которые уже закончили учебу, в большинстве своем связали жизнь с программированием и про робототехнику не забывают. Многие, с кем мы начинали, в том же 2015 году учатся в университете, в нашем техническом, ребята. То есть, робототехника им дала направление в жизнь, скажем так. Они пошли по техническому профилю и сейчас в УЗИ учатся. Поэтому, я думаю, что польза есть от нашего кружка. Казалось бы, еще пару лет назад добиться высоких результатов, принимать участие в международных соревнованиях для воспитанников Александра Постоялко казалось чем-то из области фантастики. А уже сегодня рядом с секретной лабораторией робототехники можно увидеть большой стеллаж, на котором расположились кубки, дипломы и медали ребят из кружка робототехники. Благодаря своей инициативе, творчеству, мечтам и умению добиваться поставленной цели мальчишки средней школы деревни Черни смогли сделать фантастику реальностью.